Девушки отдыхают Действительно, очень много остается за кадром того, что не видит зритель, как готовится эта передача. Хотя это действительно очень кропотливый труд, на самом деле. Это начиная от того, что договориться нужно, найти хорошего героя, и возникают проблемы на съемочной площадке. Это действительно остается за кадром. И вот я думаю, что зритель бы интересно было погрузиться в ту нашу атмосферу, как готовится эта передача. Ребят, вы действительно уверены, что мы будем здесь писать тогда? Придется. Потому что здесь очень воняет, очень грязно. И вот туда я не пойду. Видишь, она встает. Я чуть-чуть повлиже, ничего страшного. Вот так? Еще? Мне очень страшно, если честно. Нормально? Кадр хорошо выстроит? Да, не пойдет. Самое сложное для сельского кластера – это, наверное, грязь, навоз. Когда невозможно обойти в другое место, тебе по-любому надо дойти, к примеру, до барашек, а путь туда лежит через грязь, сильную грязь. И приходится идти. Ну, потом намываешься, конечно, но вот самое сложное в данное время вот это. Ну, и зимой бывает холодно. Из последних, то, что я помню, это было в Курджиново. Там было очень-очень холодно и очень грязно. Там только-только начало таять, но, несмотря на это, все равно было холодно. И вот эта грязь, плюс то, что начало таять, скользко-холодно. Ну, самое запоминающее, вот это самое последнее было на Курджиново. Навоз, эта грязь, эта слягорь. Все равно эта передача остается для меня одной из любимой. Почему? Потому что ты убываешь в разных местах, в разных удивительных местах нашей прекрасной Карачао-Черкесии. И ты знакомишься с людьми, знакомишься с фермерами, знакомишься с коровами. И каждая съемка – это новое испытание, испытание тебя как оператора. И, ну, вот сами посудите, достаточно сложно снимать живность, потому что живность тебя не слушается. Ты не можешь объяснить корове или теленку, или утке, что ей нужно ставить с этого ракурса, потому что с этого пересвет, допустим, да. Поэтому приходится находить новые ключи для каждого кадра. А это достаточно сложно. Но в то же время приятно, потому что приятно видеть результат твоей работы, и приятно видеть то, когда у тебя это получается. Даша, смотри, простите, что я вас перебиваю. Нормальный ракурс? Хорошо получается? Давай посмотрим. Вам нравится? Или все-таки так не стоит? Или может переснимать? Как вам? Очень легко снимается сельский кластер. Какой? 90% случаев очень-очень легко. Ну, бывает 10%, когда Даша не в духе. Приходится снимать одно и то же несколько раз. У тебя нормальный кадр. Мне вот тут чуть-чуть не нравится. Придираешься. Ну, вот видишь, как слишком много воздуха над головой. Нормальный воздух. Ты же не новости пишешь. Ну, ты мог чуть-чуть по-другому поставить план. Требовательно ли я к операторам? Ну, вот не знаю, честно, что ответят они. Но мне кажется, что нет. Конечно же, Даша, она требовательна. Требовательна к нам. Требовательна сама к себе, потому что она автор этой передачи. И в ее интересах сделать передачу красивой. В ее интересах следить за нами, за операторами. Чтобы мы сделали достаточное количество кадров. Чтобы мы сделали красивые кадры, интересные кадры. Ой, с Дашей Назаровой, честно сказать, даже не знаю. Шучу, шучу. Отличные отношения. Она знает свое дело. Ну, иногда требует, конечно же, больше, чем надо. К примеру, надо для передачи 200 кадров. Она хочет 300. Мне бывает там побольше. Ну, она это спрашивает, чтобы сделать по качественной свою передачу. Ответственно относится к своей передаче. Она заставила лезть в гору 5 минут из-за того, что забыл снять один кадр. Всего из одного кадра лез в гору. Ну, это как бы мы и сами ответственны. Тоже хочется контент, чтобы был приличный, цивильный. Задача оператора не просто снять картинку, там, 300 этих кадров, которые я попросила. Важно снять эти 300 кадров качественно, чтобы это было действительно красиво. Да, иногда я прошу операторов постараться, там, не знаю, пойти, залезть, подлезть, не знаю, куда-то подойти поближе. Может быть, где-то рискуют они своей жизнью. Но, тем не менее, мы же работаем над одним общим делом, потому что мне кажется, что это должна быть команда. Ну, желательно, конечно, чтобы была команда, так как снимаешь, когда одно и то же, одним и тем же оператором, ты уже знаешь, к примеру, тебе побольше общих сделать, средних, он будет более деталей снимать. Ну, уже договариваешься как-то, кому что снимать. Ну, к примеру, с Ромкой, Рома снимает детали побольше. Я более общих, более средних. К примеру, если вместе одно и то же снимаем, мы уже договоримся, обговариваемся, там, пальцами показываю, кому что снимать. Все равно работать в одной команде – это очень важно. Бывает, приезжаешь на съемку с плохим настроением, так тут еще и неподготовленный фермер, допустим, или локация плохая, там, погода плохая. То есть, ну, все вместе, скажем так, да. И команда как раз-таки заряжает, заряжает эмоциями, заряжает теми качествами, которые помогают в съемочном процессе. Они не спорят со мной, даже если я попрошу что-то сделать чересчур сложное. Ну, потому что, мне кажется, они тоже заинтересованы в том, что снять очень хороший материал. Я считаю, что они знают свое дело, знают, над чем работают, и я могу спокойно доверить им свою передачу. Я могу даже отправить их, они могут поехать без меня на эту передачу, и я уверена, что они привезут хороший выпуск. На самом деле, отдача от корреспондента – это очень важный аспект на съемочной площадке. И здесь от Даши я вижу полную взаимность, полную погруженность в работу, и это очень положительно влияет на качество нашей работы. Когда приезжаешь на ту или иную ферму, видно, как Даша относится ответственно к своей работе, и, видя эту ответственность, хочется отвечать ей взаимностью, и, естественно, хочется сделать как можно больше красивых кадров. Хочется не просто отснять выпуск, а выполнить свою работу настолько качественно, чтобы и она, и монтажер, и редактор этой программы, чтобы сказали, молодцы, ребята, вы отлично отработали. И ради этого хочется творить. Какого быть фермера? Всю работу должна знать. Вот берешь, аккуратно. Можно попробовать. Попробуйте. Вот, смотрите, правой рукой. Здесь? Чтобы нагрузки не было на спину. Вот так берешь. И что, эти вот так? И вот так. На спину ставишь. Вот так. Мне кажется, я очень много взяла, как бы дотащить. О, боже. Так, вот вам коробки. Покушайте, пожалуйста. Я вот старалась. Ох. Ну ничего, еще одну партию нужно? Если изначально в первые выпуски передачи я готовила сценарий, я должна была продумать, как это все будет проходить, то сейчас мы уже сняли достаточно много выпусков, можно, мне кажется, более 50, если не больше. Это происходит все, это импровизация. Ты переезжаешь на съемочную площадку и ты просто импровизируешь. И ты видишь, где ты находишься, что здесь можно снять. Я вот помню недавний выпуск, когда мы поехали на ферму, когда я даже никогда не думала, что можно это включить в передачу, но нас герой провез по очень сложной дороге. Был действительно долгий путь, опасные склоны. И мне захотелось это включить в свою передачу, потому что мне показалось, что это будет зрителю очень интересно, потому что это жизнь фермера. Каждый день он проезжает по этой дороге и, ну, я думаю, что это должно быть, об этом должны знать люди. Даша, смотри, какие дороги. Очень страшно. Все герои сельского кластера это действительно люди, которые, ну, действительно настоящие трудяги. И каждый из них, он ради того, чтобы прокормить свою семью, он готов трудиться, несмотря ни на что. Очень часто задавала фермерам такой вопрос, а вот был ли такой момент, когда они готовы были вот бросить все и отказаться? Ну, переломный момент. Я практически всегда спрашиваю, потому что мне действительно это интересно. Неужели вот человек отдал 20 лет любимому делу, и он может от этого отказаться? Но, конечно, ни один из фермеров не отказался от того, что он делает. Находил в себе силы. И вот тут ты понимаешь, какие люди молодцы, действительно, какой путь они преодолевают, прежде чем вот подняться на ноги. Это действительно может уйти не один десяток лет, и год, и два, а кому и десять. Да, они сталкиваются со многими трудностями, но они все равно работают, потому что они знают, что надо прокормить семью. И вот тут я удивляюсь, когда люди говорят, что нет работы. Ну, если у тебя есть желание, ты найдешь эту работу. У тебя, у нас столько красивых мест, у нас столько возможностей в республике. Ну, купи себе корову, дай ее, зарабатывай деньги, готовь сыр. Не знаю, посади на своем маленьком огороде картошечку. Мы пробовали и козье молоко, и различные сыры. Кстати, о сырах. Мы помним недавний наш выпуск в селе Коста-Хитагурово. Там девушка готовит разные сыры. И нам посчастливилось попробовать эти сыры на вкус. Плюс разнообразие этих сыров, оно восхищало, и я еще никогда в жизни не пробовал такие разные сыры. Было очень приятно, на самом деле. На сельском кластере особенно нравится, когда завершаем съемки, и нас ни один фермер еще не отпускал. Всегда. У кого что есть, кто молоко, кто айран, у кого клубника. Постоянно, чем они занимаются, всегда этим угощают. Клубнику очень понравилось. Мой самый первый выпуск – это клубника. Мой самый сладкий выпуск из всех, которых я отснял. Я тогда только пришел на телевидение и практически еще не снимал. Меня поставили на эту передачу. Было очень страшно, страшно было подвести человека. Но я очень сильно старался отснять этот выпуск достойно. И я, конечно, не могу оценивать себя, но, думаю, зритель и наш корреспондент, она оценила качество моей работы. И после этого выпуска я стал замечать, как очень часто она меня стала брать на свои съемки. Все, готово? Даша, ну и подойди ко мне, пожалуйста. Все там. Ну вот смотри. Я же говорю, тебе нужно немножко по-другому встать. Вот посмотри, как это получилось в кадре. Вот видишь, ветка лезет. И вот еще одна ветка. Как предлагаешь? Я предлагаю чуть-чуть отойти вправо и чуть-чуть повернуться на меня полубоком. Самое главное – это любить свою работу, любить то, чем ты занимаешься. И тогда для себя не будет никаких, ну не возникнет тогда никаких сложностей. И здесь именно в сельском кластере то же самое. С огромным удовольствием ни разу не было, чтобы, к примеру, расписание на воскресенье, выходной день, и такой утром проснулся, смотришь, погода, снег, холодно. Все равно хочется ехать. Бывают моменты, что операторы приезжают на съемку без настроения. На это может повлиять много нюансов. Это и погода, и грязь, и слякоть, которые они так не любят. Ну, они же знают, куда они едут в конце концов. Я не люблю, когда вы ноете. Ну, пошли работать. Давай быстренько сделаем пару кадров, а? Какие? Пошли. Я же сказала. Мое настроение никак не может повлиять на качество съемки, так как я действительно люблю свою работу. И когда прихожу, у меня всегда отличное настроение, именно вот на съемки, когда выхожу. Если оно даже было плохое, вот до работы дошел, все, у меня настроение поднималось. Свой коллектив родной, особенно когда выезжаешь на сельский кластер. Сразу же настроение поднимается, так как знаешь, что тебя встретят гостеприимные люди, фермеры. И Даша всегда отличное настроение, и по дороге тебе настроение поднимет. Что-нибудь расскажет из случаев своей жизни, подготовит нас, что нас там ждет. Коровы, лошади, клубника, листья. Всегда разное, всегда что-то новое. Я могу потренироваться? Давай, тренируйся. Время? Давай. Сколько? Пять секунд у тебя есть. Так, хорошо. Клан красивый? Очень. Только вот кто-то... Ну, тут мы ничего не сможем поделать. План красивый. Так, всех видно? Ребята, обратно, обратно, куда вы пошли? Туда, туда. Конечно, мы отсняли огромное количество выпусков в одном и том же формате. Практически, как я уже говорила, это постоянно одни и те же истории. Сейчас мы, наверное, я задумываюсь, наверное, о том, чтобы поменять этот формат, хочется что-то новое привнести, потому что, ну, я думаю, я надеюсь, что у меня смотрят много зрителей. И хочется что-то интересное им подарить. Поэтому мы тут пытаемся зарядиться новыми какими-то идеями, эмоциями, чтобы как-то разнообразить выпуски сельского кластера. Вот вы были у меня на ферме, все посмотрели, все попробовали, и кормить, и почистить, там все. А не хотите ли вы как коробку подоить? Вы знаете, я просто не умею. Ну как, я пробовала, у меня просто не получается. И я могу только дать одной рукой. Может быть, у меня просто... Давайте, как сделаем, вы научитесь, еще мы, вот знакомые же, можете приезжать, научитесь. Найти контактного героя бывает не всегда так просто, потому что в основном люди, которые работают на ферме, это уже люди, которые поработали 20 лет, 30. Они просто руководят. Мало кто уже сам лично накалывает тело на виллы. Поэтому иногда, да, действительно, ты когда договариваешься, ты просишь человека, что вам нужно будет поработать в кадре. И когда человек говорит, конечно, без проблем, это же... Я всю жизнь этим занимаюсь, это наоборот заряжает. Очень хочется с таким человеком работать. Нет, не спорю, были случаи, когда человек говорит, ну я же руководитель, я уже свое отработал. Конечно, вот такие моменты, они немножечко портят настроение, но тем не менее, вот тут надо найти к человеку подход, разговорить его. Мне кажется, ну это уже моя задача, как корреспондента, как ведущая этой программы. Ну вот, ну я думаю, что у меня это получается. Ну, как бы оценивать мою работу, ну я не могу объективно, это только может зритель. Я не могу назвать свой любимый выпуск, потому что, как бы, все они любимые, но могу выделить один, который просто запомнился мне тем, что... Ну, сама история запомнилась, потому что это девушка, которая работала в городе, на севере, которая вообще не была знакома с сельским хозяйством. И вот она вышла замуж, и по обычаю мужа ей пришлось вернуться в родной аул мужа, супруга. И она начала заниматься сельским хозяйством, разводить коров, доить их. Она даже не знала, что такое дойка, в принципе, с какой стороны подойти к этой корове. Но сейчас у нее там 10 или 15 коров, она спокойно доит, включает им музыку. Действительно, девушка, вот это достойно, чтобы они знали. И чтобы, вот, если честно, по ее примеру, вот многие современные девушки шли, потому что здесь ничего нет такого стремного, как любят люди говорить. У нас очень-очень много сельского хозяйства, животноводства. Предполагал, что у нас люди, ну, трудолюбивые, но не до такой степени, пока не начал снимать сельский кластер. Познакомился у очень много фермеров, знакомых сейчас. Итак, с вами была программа «Сельский кластер». До новых встреч. Записали? Ух, отснялись. Сколько кадров? 133. Отлично, супер. Ром, у тебя сколько кадров? Я здесь. 166. Вау, дай 5, ура! Ой, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 庫- girlfriend. gridım. Г